Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня мы обсудим проблематику новых угроз, вызовов, которые предстоит решать Российской Федерации на внешнеполитической арене. В этой связи у меня в гостях старый добрый знакомый программы, директор Департамента новых вызовов и угроз, Министерства иностранных дел России, это Илья Игоревич Рогачев. Здравствуйте, Игорь Игоревич. Ну и сразу небольшое вступление. Конечно, в последние месяцы нам продемонстрировали рост и терроризма, и экстремизм, агрессивных проявлений толпы. Я бы так сказал, это прежде всего убийство американского посла и ряда других американских дипломатов в Ливии. Это скандальный, скажем так, видеофильм, который антиисламский, который вызвал волну, скажем так, различных манифестаций в разных странах мира, которые привели и к человеческим потерям. В России также произошли теракты в Казани против духовных лидеров и в Дагестане. Вот в целом наблюдается такой некий всплеск терроризма, экстремизма. Это специфика 2012 года или это вот какой-то такой тренд, уже я бы сказал? — Игорь Николаевич, вы совершенно справедливо назвали несколько событий, связанных с большой общей тенденцией глобальной, как прослеживается она на глобальном уровне, радикализация общественного сознания. — Стоп, вот я для наших телезрителей, радиослушателей, это важный термин — радикализация общественного сознания. То есть это не только в России, это, скажем так, в мире, да? — Да, это признано экспертами, связанными, прежде всего, как мы отталкиваемся от противодействия терроризму. И сейчас это установлен и признанный факт, что в мире происходит тенденция усугубления, так сказать, политических и других философских религиозных воззрений. — Радикализация — это термин устоявшийся, универсально признанный, принятый в этом контексте. И речь идет о том, что оживают, оживляются экстремисты и учения всех экстремистских направлений. — Олегович, я обращу внимание на такой акцент. Информационная революция, появление социальных сетей, интернет, они как бы помогают снизить накал радикализма? Или наоборот, скажем так, к сожалению, где-то и, в общем, вызывают иногда, ну вот как с этим фильмом, скажем так, который был снят в Америке, наоборот, скажем так, радикализацию отдельных регионов мира? — Воздействия, наверное, разнонаправленные. Но, конечно, мы больше обращаем, в силу понятных причин, внимания на те ситуации, на те инциденты, можно сказать, как те, что вы перечислили, когда, к сожалению, развитие информационно-коммуникационных технологий играет на руку, не способствует установлению мира и согласия, так скажем, а играет на руку различным экстремистам. И хорошо известно, в частности, что террористы широко используют интернет для распространения своей идеологии, своих взглядов, для вербовки, для подготовки даже рекрутов. Распространяются такие схемы, чертежи подготовки самодельных взрывных устройств и так далее. Здесь, конечно, есть негативный аспект, сильный негативный аспект. Если посмотреть, в общем, вроде бы, ну, когда-то она была благополучной Европой, но вместе с тем, вот, чудовищный теракт все-таки произошел на территории страны, которая отличается очень высоким уровнем, это Норвегия. И вообще как-то для многих это было шоком, скажем так, то, что это произошло, а большим еще шоком, что это в Норвегии, в стране, ну, достаточно устойчивых и демократических традиций, высокого уровня жизни. Вот почему, все-таки, с вашей точки зрения, вот этот террорист осуществил, ну, злодеяние, такого, так сказать, просто глобального масштаба? Да, это, конечно, в самом негативном значении слова «выдающийся». В кавычках, конечно, да. Террористический акт. 77, кажется, человек погибло в результате, был взрыв, и устроенный в центре Осло. Спокойного европейского гуна, да, в общем-то, да. Потом, я не знаю, как в каком-то плохом или, наоборот, хорошем голливудском фильме, значит, человек выбрал себе огромное количество жертв именно в таких условиях, когда большинству людей просто было некуда деваться. Да, на остров. Ходил по острову, да, многие не умеют плавать, и расстреливал людей, знаете, как... Не всякая охота на зайцев и куропаток заканчивается таким исходом. Вообще, вот, Брейвик все-таки признан психически нормальным, да. Это вот очень интересный аспект, на котором я хотел тоже заставить внимание. Да, давайте, если можно, так сказать, пояснить, все-таки, как бы, любопытно. Я-то думал, ну, по крайней мере, ну, это мог совершить, так сказать, психически просто ненормальный человек. Вы с этого начали, с вопроса о том, что могло привести к тому, что появился такой вот монстр, изверг, который погубил столько людей, именно вот в благополучной стране. Ну, принято считать, что вообще социальные корни преступности, или корни преступности, они вот где-то должны лежать в социально-экономической плоскости. Да, обычно так считается. Ну, мы все, да, в глубине души немножко марксисты, кто-то больше, кто учился с нами в наши с вами времена, вот кто-то меньше. Но надо признать, что это не совсем так, все-таки, потому что наиболее известные террористы, начиная с Усама Бен Ладена, и можно заканчивать тем же самым Брейвиком в Норвегии, они жили в очень приличных социально-экономических условиях. У Саму Бен Ладена вообще есть миллиардерская семита, где совокуплено. Брейвик явно не бедствовал, скажем так. И, конечно, эти преступления организуются и совершаются ради определенной идеологии. О, вот это ключевой вопрос, видимо, да? Да, вот тут мы уходим в сторону от марксизма. Мы говорим, что не определяется определенной все-таки идеологией, а не там тем, что он получал там тысячу долларов, или десять тысяч долларов, или миллион долларов. А в чем эта идеология, Олег Игоревич? Ну, она разная у этих людей. В целом, если очень обобщать, то, наверное, можно сказать так, что есть явления в мире, которые вызывают у многих людей чувство протеста. Как исправлять ситуацию, многие люди не знают, особенно молодые, конечно. То есть именно протеста, да? Эти явления, они могут быть разного очень характера. Это может быть социально-экономическое положение, конечно. Вот человек оказался без работы, вот, пошел там кого-то... Ну, вот очередной расстрел в Соединенных Штатах, уволили с работы, он пришел, расстрелял своих, так сказать, лучших коллег. Конечно, это не идеологический террорист какой-то, да, это не джихадист, не фашист, не националист, да, не левак какой-то там ультраневый. Но это вот, скажем, все-таки, скорее социально-экономическое и психологическое. Вот, то есть, конечно, это очень важный фактор в целом. Но дальше начинаются всякие вот эти многочисленные «но». Потому что причин, которые вызывают чувство протеста, много. Например, неравенство между югом и севером в развитии. Да, оно присутствует. Есть какие-то политические ситуации, которые вызывают ощущение несправедливости. Например, положение палестинцев. Много-много других. Процессы идут практически везде. Потому что западноевропейцы фиксируют усиление исламизации своих мусульманских обществ. С одной стороны, а можно ли, вот, я вас перебью, сказать, что это, вообще-то, определенно уже идеология радикализма. Вы этот термин ввели, сложилось или складывается, или еще пока это все-таки достаточно рано делать этот вывод? Ну, как тенденция, на мой взгляд, она заметна. Потому что, еще раз скажу, это глобальные тенденции. И можно говорить и о нашей стране, и можно говорить о благополучных в этих отношениях Соединенных Штатах Америки до недавнего времени. До недавнего времени, да. Ну, то, что происходит на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, это, наверное, самая такая кипящая точка в этом отношении. Но, в принципе, тенденция прослеживается на всех странах, во всех странах и континентах. То есть, получается, вот, если мы говорим об Ревике, это Север, ну, вроде бы, холодная страна, где люди так более, так сказать, устойчивые, вроде бы, не склонны к эмоциям. Но, на другой стороне, Франция. Расстрел в Тулузе, он тоже произошел, в общем, в благополучной европейской стране. И, в общем-то, тоже достаточно чудовищен с точки зрения, ну, вот, подхода. Да, помимо радикализации вот своих мусульманских общин в Европе, европейцы говорят о том, что, как реакция на это усиливается и ультраправое настроение. Внутри Европы, да? Да. То, что, в общем-то, идет в разрез и подрывает принципы существования вот этих стабильных демократических, либерально-демократических государств. Особенно, конечно, показательна в этом смысле ситуация в Норвегии, потому что спокойная, ну, если не злоупотреблять терминологии, ну, почти социалистическая страна. Почти социалистическая страна, да. Социализм с человеческим лицом, к которому, так сказать, мы стремились. Очень небольшой разрыв между уровнем жизни богатых и бедных граждан или резидентов. И в этом смысле, конечно, ничего вроде бы не предвещало беды. Не предвещало такого взрыва. И для самих норвежцев это стало колоссальным шоком для общества, потому что они считали, что помимо вот социально-экономического положения, социальной справедливости, решающее значение для того, чтобы общество было толерантным, спокойным, стабильным, устойчиво развивалось мирно, нужно вот соблюдать основные каноны демократии, прежде всего, права человека. То есть оказалось не совсем так. Да, вы себе не представляете, сколько раз на разных форумах, международных организациях норвежские дипломаты, североевропейские дипломаты вообще читали нам буквально нотации по поводу того, как надо предотвращать терроризм. Вот подтекст такой у нас, мы соблюдаем права человека, у нас терроризма нет, а у вас в России все понятно, почему. Почему? Оказалось и это не совсем так. Или даже совсем не так. Совсем не так. И поэтому вот норвежцам было очень тяжело смириться с тем, что да, их вот миролюбивое, толерантное общество вот смогло произвести на свет. То есть это тоже психологический шок в определенном смысле для общества. И вот здесь очень важный тот элемент, который вы упомянули, что было искушение признать Брейвика невменяемым. Да, и мне вот казалось, ну думаю, сейчас его признают психически ненормальным и вроде бы, так сказать, проблема будет менее острой. Да, именно с этой точки зрения я с некоторым напряжением и личным интересом за этим делом следил, потому что если бы норвежцы не смогли набраться мужества и признать его вменяемым, психически нормальным человеком, то это означало бы, что они отрицают корни самой проблемы. Наличие самой глубинной проблемы. Невозможно преодолевать проблему, отрицая ее до существования. С этой точки зрения я отдаю должное, что в конце концов там созывались несколько комиссий. То есть это в принципе элемент политического мужества, ну в какой-то степени. Это очень правильно с политической точки зрения, потому что надо признать наличие проблемы и потом искать средства и ее решать. Но с другой стороны это, конечно, показало, что там все далеко не благополучно. Абсолютно. А я хочу обратить внимание еще на тот факт, что сам Бривик протестовал против того, очень энергично протестовал против того, чтобы его признавали невменяемым. Для него было важно, чтобы то, что он сделал и ради того, что он, то ради чего он это все сделал, было признано, так сказать, серьезным, не бредом сумасшедшего, а определенной идеологией. То есть получается он не отказался от своих чудовищных действий и наоборот, скажем так, стремился к тому, чтобы это было именно квалифицировано. Совершенно верно. Некая идеология. И вот что теперь Европейскому Союзу, ну не только ему и всем другим странам, конечно, вообще делать вот с таким выводом достаточно жестким? Ну надо признать просто, что проблема, она все-таки не столь проста. И мы говорили о том, что терроризм это глобальная проблема, решать ее надо сообща. И вот, конечно, не надо подходить упрощенно к этой формулировке, понимать эти слова упрощенно. Это очень сложный феномен. Тем более сложный, если мы договорились и мы признали, что победить только силы, силовое подавление терроризма, оно не ведет к победе над ним. Вот это главный вывод, мне кажется, что силовое подавление, а как вот предотвратить? Превенция, предотвращение связано с работой по очень многим направлениям. Здесь в общем и целом тоже существует определенное понимание, уже достигнутое между экспертами по антитеррору в мире. То есть именно не только российским, а скажем так, международным экспертным сообществом, да? Ну, у нас есть своя специфика, потому что мы во многом все-таки отличались и отличаемся в этом отношении и от западноевропейских стран, и от США. Прежде всего, например, потому что в нашей стране есть исламские общины. Это не иммигранты, которые даже во втором или третьем поколении. Это принципиально отличает, скажем так, в общем-то, от Европы. Ислам на территорию России, на ту территорию, которую сейчас занимает Россия, пришел, если я не ошибаюсь, в 16 веке. Да. И для нас... Нет, даже раньше, если бы смотреть Волжско-Булгария, вот мы недавно отметили 1150-летие, скажем так, русской государственности, в принципе... Они не всегда были мусульманами. Они не всегда были, да. Ислам пришел потом из арабского Ближнего Востока. Единственное, можно сказать, что на территории России никогда не было, вот, скажем так, межрелигиозных конфликтов. Это, конечно, наши достижения. И эти люди, они, в общем, здесь родились, выросли. И как бы мы уже тысячелетия с лишним, а может быть и больше, существуем. И, в общем, достаточно комфортно. То есть, вот это принципиальное отличие нас, скажем так, от европейского опыта в данной сфере? Я думаю, что, ну, во-первых, это существенное очень отличие по жизни, так сказать. А если говорить о принципиальном, то это очень важно для нашего сознания, для наших оценок и подходов к противодействию терроризму в широком смысле. Именно наше, наше, так. Мы не придумывали мультикультурализм. А кто его придумал? Мы не вводили это как политику. А кто его придумал вообще? Где-то вот там. Где-то там на Западе, но Меркель вообще на призывах сказал, что все, все это провалилось. Три лидера, да, западноевропейских, как бы сказали, что, да, эта политика себя не оправдала. Но мы не вводили, мы не можем его отменить, наверное, на территории России. Мы так живем. Мы, в общем-то, так сказать, так живем. Для нас это норма бытия. Это норма бытия. И в этом смысле можем ли мы нашим западным коллегам, ну, я не могу сказать, дать советы какие-то, но, по крайней мере, показать наш опыт, что можно действовать какими-то другими моделями? Мы говорили, обращали внимание именно на этот фактор, на то, что если мы говорим о предотвращении терроризма, то обязательно надо обращать внимание, конечно, на психологию, сферу идеологии вообще. То есть, получается, два ключевых, три фактора. Психология, идеология и, в общем, собственно, сама религиозная составляющая, да? Ну, так, если можно, грубо. Примерно так. Примерно так. Как наши партнеры, скажем, реагируют вообще? Ну, сначала они с трудом нас понимали в этом отношении. То есть, такие, да? То есть, они, так сказать, оборонили. Вы понимаете, вот сколько разговоров ведется о том, что вот в виде таких лозунгов это все распространяется, выкрикивается. Нельзя ассоциировать терроризм с исламом. Нельзя ассоциировать с одной... Из религии. С одним из этносов. Но для нас это совершенно очевидно. В Российской Федерации не надо это говорить людям. Мы все это понимаем. Кроме того, мы все прекрасно знаем, что вот это человеконенавистничество, которое заложено в природе терроризма, когда погибают люди, которые не имеют совершенно никакого отношения к тому делу, против которого протестует террорист. Вот это хороший термин. Я вас перебил, Легович. Человеконенавистничество, да, то есть именно они дают боли, иногда и забирают жизнь у людей, но в общем совершенно безвинных, которые как бы вот... И вот как разорвать вот эту чудовищную цепочку, чтобы по сути не гибли совершенно безвинные люди во имя ими поставленных непонятно каких целей? Ну, если так общий, отвечать на общепоставленный вопрос, то он может прозвучать просто достаточно. Надо показать человеку другие способы выражения своего протеста. И показать, что и другие способы, они не менее, а более эффективные. И те способы, которые не приносят зла, ну и иногда, так сказать, вот чудовищных потрясений другим людям, да? И в этом смысле надо сказать, что ни одна из традиционных старых конфессий на человеческой цивилизации, она не приемлет вот таких методов, которые применяют террористы. Можно ли сказать, что вот раз вы делаете вывод, что ну все религиозные конфессии, они, скажем так, отрицают терроризм, что это некая все-таки платформа, некая база, ну для начала вот такого идеологического противодействия терроризму? Безусловно, безусловно. И на этой, так сказать, вот на таком понимании, исходя из него, построены очень многие международные инициативы, такие как Альянс цивилизаций при ООН, на полях ООН развивается, но и российские. Ведь мы стали наблюдателями в организации «Исламская конференция», «ИСЕСКО», «Исламском аналоге», «ЮНЕСКО». У нас есть группа стратегического видения России, «Исламский мир» и так далее, и так далее. И многие другие инициативы. То есть это правильный путь, да? Я считаю абсолютно правильный. И в том числе эти инициативы, они должны содействовать, если кто-то заблуждается, что проблема именно в исламе, то должны содействовать тому, чтобы люди разуверились и убедились в обратном. То есть это, скажем, такие должны быть проповедники, которые бы доходчиво, доступно доводили вот эту информацию, так ведь? Да, это должны быть авторитетные деятели, которые бы не позволяли привносить в том числе в ислам те чуждые элементы, которые сейчас эксплуатируются активно всякого рода радикалами и экстремистами, террористами в том числе. И вот, к сожалению, они именно, это наиболее активная часть, как часто бывает. Получается, что, к сожалению, вот это… Плохишей не так много, да. Плохишей не так много, но они очень активны, да? Да, но они существенно портят, да, общую картину, общий вид. А как вот этих плохишей, ну не знаю, перевоспитать? Ну, оно вот там или без кулаков, или почти без кулаков. Олег Григорьевич, как этих плохишей перевоспитать? Не покладывал вопрос, Игорь Николаевич. Или, может быть, направить все-таки в какое-то такое более-менее разрушительное русло, я бы так сказал? Ну, признано сейчас, что опять же таки вот экспертами, которые исходят, отталкиваются от борьбы с терроризмом, что решающая роль в противодействии, в превенции терроризма принадлежит гражданскому обществу. Стоп, вот это интересно. Была теория Ламброза, помните? И вам, как представителю СМИ, то есть это вот, скажем так, все-таки тот механизм, который может блокировать самые негативные последствия. Это школа в самом серьезном, в самом широком понимании, то есть то обучение, которое проходит. Именно школа не только как среднее образование, именно школа обучения. И СМИ, и академические круги, и частный сектор, и, конечно, НПО, и правительственные организации, и, собственно, религии, конфессии самим по себе. То есть вот должен быть некий такой синтез. И мы взаимодействуем, мы пытаемся взаимодействовать. А МИД должен быть таким рулевым этого процесса или кто? Потому что кто-то должен интегрироваться. Но здесь есть задачи и внутриполитические, и внешнеполитические. Ну, я имею в виду, если на внешнеполитические. И на внешней политике мы достаточно активны в этой области, но мы опираемся на наши достижения в этой области внутри страны. Как признают наши внешние коллеги, ну, скажем, наш опыт противодействия в этой сфере? Постепенно. Постепенно начинают признавать, потому что, конечно, то, что мы им говорили на протяжении многих лет, ну, например, мы их предупреждали об опасностях событий, некоторых процессов арабской весны. Не хотели слушать. Мы говорили, что вот с точки, если брать деполитизированно, так сказать, не оценивать, там, какие режимы свергались, там, права человека, еще какие-то элементы, посмотреть на ситуацию с точки зрения безопасности. По-моему, мы даже говорили на одной из передач. Да, мы это обсуждали с Ливией. Теперь мы видим в Ливии что? Госсекретарь Хиллари Квинтон радовалась смерти когда-то. Посмотрите, как мы с вами были правы. А теперь, как она восприняла, значит, гибель американских депутатов, совершенно без радости, я бы так сказал. Да, что посеешь, что и пожнешь. У нас такая пословица. И вот, фактически, да, действительно, вот мы год назад, анализируя эти события, как раз, ну, как бы предупреждали, что все это может, как бы, привести к не очень хорошим последствиям. Причем там же и фактически гражданская война продолжается, то есть там, в общем, от хаоса почти, так сказать, близко. Да, до либеральной демократии там очень далеко. Да, до демократии, вот в том понимании. И вот в этом смысле Россия, ну, как бы, предупреждала. Да, мы говорили, помните, что не столько расползание оружия даже само по себе страшно, хотя это самая непосредственная угроза. Включая ПЗРК, которые сейчас появились уже, по некоторым данным, и в Сирии. И в Сирии они грозили сбивать гражданские самолеты, в том числе и наши. Это, конечно, уже просто фактически терроризм в чистом виде против мирного населения. Вот, не столько, да, распуск там или, значит, спецслужб, органов охраны порядка. Мы говорили, что самое опасное, это радикализация мусульманской улицы в этом контексте. К сожалению, это произошло. Более того, ведь для всех организаторов агрессии НАТО было шоком, что Бенгази, ну, в общем, это как был оплот их, они говорили, как мы их в городе финансируем, а они вот так. Да, это достаточно быстро произошло. Хотелось бы, чтобы это было очень наглядно, да, то есть это было, но хотелось бы, чтобы в менее жутком какой-то форме, но тем не менее, вот случилось то, что случилось. Сделают ли они, с вашей точки зрения, все-таки выводы, ваш взгляд, как опытного дипломата, ну, и департамент новых вызовов угроз, я напомню, уже 11-й год существует, то есть все-таки это уже такой срок, то есть он оправдал, в общем, свое, скажем так, предназначение, судя по всему. Ну, знаете, конечно, наши западные партнеры, прежде всего, американские, они уже сделали некоторые выводы. Вопрос в том, так сказать, какого порядка, вот будет ли учитываться вот этот фактор радикализации, которую они закладывают, или не закладывают. То есть, фактически, они же в Египте тоже, они, мягко говоря, столкнулись с ситуацией прямо. Ну, сейчас везде происходят процессы определенные, потому что к власти во всех странах, победившей Арабской революции и Марокко, значит, пришли силы, которые, ну, по крайней мере, клирикальные партии. То есть, фактически, более агрессивные силы, очевидно, они пришли. С учетом того, что нету факторов, которые бы способствовали такому резкому, я бы даже сказал, внезапному улучшению экономического положения широких масс населения, да, в этих странах, то можно ожидать, что, да, что и поскольку нынешние пришедшие к власти силы с ситуацией экономической не справятся, можно ожидать дальнейшей радикализации. Потому что в спину братьям-мусульманам, которые сейчас уже принято говорить о них как об умеренных исламистах, хотя в Западной Европе и в Европейском Союзе они признаны террористической организацией, между прочим, да, но им в спину дышат еще более радикальные экстремистские силы. То есть, получается, что вот идеология радикализма, она, в общем, в результате вот этой вот ближневосточной экспансии западных стран, она получила развитие. А наши западные партнеры, к сожалению, вот подходили к этим событиям не с очень понятных нам событий, позиций, потому что, ну, мы их с самого начала спрашивали, почему вы считаете, что на смену тем авторитарным, но светским режимам, которые свергаются, придут непременно, придут какие-то продемократические силы. Если не принимать в расчет теорию заговора о том, что все это было организовано, инспирировано из-за рубежа, а мы с гневом и омерзением эту теорию отвергаем, значит, то совершенно непонятно, какие были основания так считать. Потому что, на мой взгляд, гораздо приходилось брать в расчет с большей степенью вероятности, что придут именно исламистские. — Олег Ильич, ну и завершающий такой вопрос. Россия, позиция России, в общем, не только по Ближнему Востоку, а вот по этой проблеме радикализации, идеологии агрессивности, которая в мире, она какова и насколько она, скажем так, оптимальна и эффективна? — Ну, проблема дерадикализации стоит перед нами всеми. Поэтому, конечно, мы ее будем решать. Наша задача — обеспечить соответствующее взаимодействие, адекватное взаимодействие на международной арене. Мы этого последовательно добиваемся. — Хочу сказать, что дело, конечно, совершенно не так безнадежно, как может показаться, по-моему, короткому выступлению. — Ну, уже хорошие нотки оптимизма все-таки внесите. — Еще в 2006 году была принята глобальная контртеррористическая стратегия ООН, и в ней очень большое место отведено именно превенцией предотвращению терроризма, подчеркнута роль гражданского общества, подчеркнута роль религиозного фактора в этом отношении. И, в частности, на основе этого документа, который универсально признан, неформально пересматривался, но содержание его не менялось на протяжении последних лет, с 2006 года. Вот такая работа ведется, и мы, конечно, всячески ей будем способствовать, как можем, с учетом в том числе и тех знаний, которые для нас кажутся естественными и совсем не столь очевидны для наших других партнеров. — Олег Ильич, ну, спасибо за завершающую такую хотя бы позитивную нотку. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Российской Федерации Илья Игоревич Рогачев. Я ведущий программы Игорь Панарин. И я хотел бы сделать несколько выводов из нашего, мне кажется, такого спокойного экспертного разговора. Первое, идеология радикализма, к сожалению, развивается. Второе, что не все причины радикальности кроются в социально-экономической сфере. Ну и третье, нашим западным коллегам, конечно, необходимо, прежде чем поджигать отдельные регионы мира, подумать о возможных последствиях, в том числе и для себя. Россия постоянно предупреждает внешний мир об опасности радикализма, борется и в целом в последние годы достигла на этом направлении определенных успехов. До свидания, уважаемые радиослушатели и телезрители.